Поклонники эпатажного рэпера Моргенштерна обеспокоены состоянием его здоровья Вчера утром популярный исполнитель сообщил в социальной сети, что его экстренно вогоспитализировали Медики уже поставили диагноз музыканту, у него обнаружили заболевание почек Общаясь с подписчиками, Моргенштерн пожаловался на сильные болевые ощущения У меня два дня были жесткие боли, я даже плакал, после обследования мне сказали, что у меня нарушена работа почек Возможно, что камни, жалко, что не бриллианты Испортить почки в 23 года, это рекорд, написал рэпер в инстаграм сториз Моргенштерн также показал видео, на котором он запечатлен на больничной каталке И попросил фанатов бережно относиться к собственному здоровью Стоит добавить, что незадолго до госпитализации рэпер побывал в Зюзинском суде города Москвы, где начался процесс по его делу Артиста привлекли к ответственности за строчки в композициях «Розовое вино 2» и «Фэмили» Очевидцы не могли не заметить, что Моргенштерн прибыл в зданию суда в плохом самочувствии Он жаловался на боль в ногах и на то, что ему тяжело ходить Позже музыкант записал видеообращение к поклонникам, в котором рассказал об итогах процесса При этом он поблагодарил судью, которая позволила ему сидеть в ходе разбирательства Хочу сказать большое спасибо судье, которая разрешила не вставать постоянно, потому что когда судья уходит и заходит А делала она это очень часто, надо было постоянно вставать и садиться, а мне было больно это делать Мне разрешили сидеть, поделился подробностями Моргенштерн И все же, несмотря на госпитализацию, рэпер не мог пропустить церемонию вручения премии телеканала Муз-ТВ Моргенштерн, которого все привыкли видеть в движении, появился на красной дорожке в инвалидном кресле Рэпера сопровождала его девушка Дилара, в зале он тоже передвигался в коляске с помощью ассистентов Однако проблемы со здоровьем не помешали артисту устроить очередной скандал Когда рэпер узнал, что в категории «Лучший исполнитель» победил Александр Ревба, он заявил о нечестном голосовании и охарактеризовал музыкальную награду с помощью нецензурной лексики Субтитры создавал DimaTorzok